Об этом лесном массиве не знает широкая общественность. Раньше здесь располагалась воинская часть, о ней напоминают зияющие окна полуразрушенных построек, да кое-где встречающаяся колючая проволока, спрятанная под сенью лип, дубов, берез, среди богатого покрова разнотравия. Широколиственный лес вырос здесь сам и стал естественным мощным щитом между двумя крупнейшими промышленными зонами. Этот лес буквально спасает горожан. И мы здесь говорим о санитарном, эпидемиологическом благополучии, экологической безопасности. То есть это не какие-то там шутки, игры, это здоровье населения. И когда мы слышим даже в том же посту Рио-губернатора, что у нас смертность детская в два раза возросла, она в принципе и так была на первом месте по онкологическим заболеваниям, то попытки продать или вырубить, или что-то еще сделать с этим вот зеленой зоной, которая находится в эпицентре выбросов, это между разделом Восточного и Южного промозла, ну я не знаю, это какое-то безумство. Невидимая с дороги, спрятанная за трубопроводами, гаражами и постройками, зеленая зона довольно крупная. Этот лес вырос сам, и он защищает город от Южного как раз и Восточного промозла. Здесь вот ребята насчитали больше 1600 дубов, липы, березы вот такие огромные. И как мы видим, люди уже отдыхают, сами поставили лавочки здесь. Мы в свое время организовывали сюда прям экспедиции со школьниками и собирали желуди, тут слой прям этих желудей, набирали мешки, потом сажали дубки. Поэтому местные жители изобили тревогу, узнав о том, что территория продается. Что будет с лесом, когда он перейдет из муниципальной собственности в частные руки, неизвестно. Но помешать вырубить лес на частной территории никто не запретит. Узнав о спорной ситуации из сообщений в социальных сетях, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков пообещал разобраться в вопросе. Вчера увидел в интернете информацию о возмущении жителей по поводу продажи земельного участка 17 гектаров в поселке Агропром в Рязани. Насколько знаю, достаточно старая история. Не один год ей уже не первый раз этот участок на торги выставляется. В прошлый раз никто на покупку на торги найти не вышел. Но в любом случае, если люди волнуются, надо разбираться. Татьяна Николаевна разговаривала, Елена Борисовна с вами тоже разговаривали. Прошу город пока торги эти приостановить. Вместе разберемся, что именно там продается. Что там с лесами, какие постройки есть на территории участка, какие варианты использования. Спустя неделю после этого заявления на заседании правительства от 13 июля Павел Малков отправился осматривать зеленую зону. На месте временно исполняющей обязанности губернатора обсудил с жителями, экологами и активистами дальнейшую судьбу территории и перспективы ее развития с учетом состояния существующих строений, задач по обеспечению экологической безопасности. По словам Малкова, участок в агропроме может стать первой заброшенной территорией, которая обретет новую жизнь. Я увидел интересную зеленую зону, богатый мир, деревья, растения. Мне много рассказали специалисты, но на самом деле я даже не думаю, что вот настолько велико наше разнообразие зеленой. Много представлены казалось на простой городской площадке. Я увидел лес, который безусловно много сохраняется, в этой промышленной зоне заснятых людей уже. Но по-прежнему остается вопрос, а также все равно всю эту территорию будет использовать. Временно исполняющий обязанности губернатора пообещал оставить зеленый щит агропрома в неприкосновенности. Первое поручение после осмотра – проанализировать состояние разрушенных построек на территории и решить, как с ними быть, сохранив при этом насаждения. Любая зеленая территория, она сейчас является приоритетной, даже не в целях каких-то там прогулок или отдыхов, а экологической безопасности. Мы на межведомственных комиссиях, на всех совещаниях, каких круглых столов проводим, говорят, надо охранять каждое дерево. Мы понимаем, что в городе нечем дышать. К сожалению, в последние годы наш город лишился многих гектаров зеленых насаждений. Поэтому так переживают активисты и жители. Поэтому так выступают за сохранность каждого участка. Мы хотим поддержать инициативу местных жителей по защите этого зеленого участка. Почему это особенно важно? Потому что мы начинаем пальцы загибать, какие-то аргументы. Несмотря на заверения властей о том, что мы сохраняем зеленые зоны, у нас же мораторий на самом деле есть о вырубке зеленых зон, мы их все равно постепенно теряем. Мы вот сегодня вспоминали, вчера вернее, Хамбушевский лес, вырубленные там какие-то большие гектары. А это санитарно-защитный лес, который защищал город от южного и восточного промоузла. К настоящему моменту торги приостановлены, но это еще не гарантия сохранности зоны. Активисты организовали сбор подписей под обращением на имя временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области и главы администрации города Рязани с требованием отмены продажи 17 гектаров зеленой зоны микрорайона Соколовка-Агропром и перевода участка из зоны промышленных предприятий в зону лесопарков и городских лесов, а также об устройстве в этом месте лесопарка. Возможно, что не будет средств сделать здесь полноценный какой-то парк, допускаю, но хотя бы оставить его защитным лесом, это прям святая обязанность наших властей. И мы очень надеемся, что это не предвыборные обещания, которые, к сожалению, иногда не выполняются, а реально власть поддержит эту инициативу, и мы сохраним этот зеленый лес, очень ценный для нашего города.